Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В Красногорске состоялось расширенное заседание Московского областного совета руководителей фракции «Единая Россия». На сегодняшний день наша фракция состоит из 24 депутатов, из 30, а это более 80%. Глава муниципалитета Алексей Спасский проверил ход строительства социальных объектов в жилом комплексе «Пригород-Лесное». Мы ситуацию именно по образовательным учреждениям практически выводим в ноль. В администрации Ленинского городского округа прошло заседание Президиума Совета муниципальных образований Подмосковья. В период частичной мобилизации осуществлять помощь, консультационную поддержку. В Красногорске прошло расширенное заседание Московского областного совета руководителей фракции «Единой России», на котором подвели итоги работы за прошедший год и наметили планы на будущий период. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Буслаева. Открыл расширенное заседание Московского областного совета руководителей фракции «Единая Россия» секретарь регионального отделения Игорь Брынцалов. В своем выступлении парламентарий отметил, что в числе приоритетных задач за прошедший год стала помощь родственникам мобилизованных и добровольцев. В Подмосковье за депутатами закреплено около 15 тысяч таких семей. Результаты постоянного анализа, подведения итогов, он дает свои плоды. Мы действительно в командах, под лозунгом которым шли, на большую избирательную кампанию, которую проводим в муниципалитетах, это очень важно для достижения результатов на всех уровнях. Депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи. В муниципалитете задействовано 9 пунктов. У нас совместно с администрацией создан и центр помощи мобилизованных. На Донбасс мы отправляем грузы. Это был шестой уже рейс, недавно который ушел. Это и медикаменты, предметы первой необходимости. Это, естественно, амбонирование. И, конечно, мы работаем по списку, который нам предоставляют, что называется, из-за ленточки. Это и коптеры, это и прицелы, и ночное увидение. За 2022 год депутатам удалось реализовать около 2000 наказов жителей. И наиболее масштабные вошли в народную программу партии. Стоит отметить, что в этом году в муниципалитете были проведены досрочные выборы по трем территориям. Все избранники представляют партию «Единая Россия». Люди, которые избрались, это знаковые, достаточные, самодостаточные люди. Люди, которые уже не первый год работают на нашей территории. И, соответственно, на сегодняшний день наша фракция состоит из 24 депутатов из 30, а это более 80%. Также на встрече обсудили планы на текущий период. Основная задача – это продолжать помогать и поддерживать военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий и семьи мобилизованных. И, несмотря на обстановку в мире, уделять внимание развитию территорий и исполнению наказов жителей. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня свой рабочий день глава Ленинского городского округа Алексей Спасский начал с традиционного объезда территории. В центре внимания строящаяся школа, детский сад и поликлиника в жилом комплексе «Пригород Лесное». О том, когда эти новые долгожданные объекты распахнут свои двери, узнала Екатерина Коваленко. Пока еще куча строительных материалов, шум дрелей и перфораторов, но уже скоро, а именно в марте, распахнет свои двери и наполнится детским смехом новый садик в жилом комплексе «Пригород Лесное». Проверить ход работ приехал глава муниципалитета Алексей Спасский. Как мы их зачистим, соответственно, все будет красиво. Будет в таком состоянии, в котором мы сдавали третий садик. А, под открытием вы имеете? Под мартом? Под мартом. Да. Работа в детском саду на 360 мест уже на финише. Активно ведется монтаж инженерного оборудования, проводится чистовая отделка. Плюс весной, когда потеплеет, проведут полное благоустройство прилегающей территории. Высокая степень готовности и у новой местной школы. За один раз открашены стены, сделаны пол. Вот мы сейчас ждем двери. Поставили дверь, застелили венолю. Открасили иначе, так как бы говоря, в это помещение 3-4 дня работы, и оно готово. Готово. И к началу марта, чтобы понимание было, вот эта третья секция всех с учебным классом. Ну, до 2-3 марта, она у нас фотографирует, и по плану будет уже готова передача для монтажа психологического оборудования. Сейчас работы здесь завершены уже на 70%, так что просторная современная школа на 1100 человек примет учеников уже в этом году. Всегда, может быть, боимся сглазить, но вот построив школу, введя в 1 сентября, а в этом как бы сомнений у нас никаких нет, введя вот этот детский сад, мы ситуацию именно по образовательным учреждениям практически выводим в ноль. Вот, то есть нормативная обеспеченность для микрорайона, она будет достигнута. Важно, чтобы удержать этот темп, и как раз мне сегодня понравилось о том, что застройщик сам завел этот разговор о том, что строительство социальных объектов, они планируют держать на уровне, а может быть, даже опережающим темпом. Уже ведем подготовку площадок, соответственно, под третью школу, под пятый садик уже, в новой застройке. Соответственно, также сегодня мы показали уже начало подготовки строительной площадки поликлиники, самой большой поликлиники в Ленинском городском округе. Площадка под поликлинику стала третьим адресом в ходе визита главы муниципалитета. Пока работы на начальном этапе, но планы амбициозные. Два корпуса на тысячу посещений, 500 взрослых и столько же детских. У нас рядом находится вот тут самый овраг, перетекающий в лес, поэтому с поликлиникой это очень хорошо вяжется, такое очень спокойное, органично, да, здесь будет находиться. Данный овраг также планируем благоустраивать в ближайшие годы. Поэтому большое здание, крупный проект для нас, поэтому спешим, работаем. Что касается образовательных учреждений, то сейчас в Ленинском округе в стадии завершения строительства 4 школы и 8 детских садов. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В шестом микрорайоне города Видное прошла встреча жителей с представителями администрации, депутатского корпуса и регионального министерства транспорта по вопросу строительства Южно-Латкаринской автодороги. Как прошло обсуждение, расскажем в нашем следующем сюжете. В Подмосковье продолжается строительство Южно-Латкаринской автодороги. Трасса длиной почти 45 километров протянется от развязки с юго-восточной хорды в районе Варшавского шоссе до развязки с трассой М-12. Ведутся работы и в Ленинском городском округе наиболее активно в районе деревни Богданиха и села Молоково. На очереди Видное. Об этом представители администрации, депутатского корпуса и регионального министерства транспорта рассказали на встрече с жителями, которая прошла в помещении территориального отдела 6-й микрорайон. В районе 6-го микрорайона Видного работы только начинаются. В настоящее время подрядчики готовят строительную площадку, освобождают от бывших здесь временных автомобильных стоянок других объектов. Уже на следующей неделе приступят к рубке деревьев, которые попадают в зону строительства. Более двух лет идет активное обсуждение с жителями проекта дороги и ее трассировки. В результате такого диалога был принят ряд решений, устраивающих обе стороны, в том числе строительство туннеля в районе улицы Завидной. Но вопросов еще много. Чтобы попасть, допустим, в другую часть города, в поликлинику, в детские сады, раньше это было так. Мы переходим дорогу, у нас здесь организованы пешеходные проходы на другую сторону, на одну на другую. На сегодняшний день это будет сплошная дорога. В 6-м микрорайоне ликвидировано более 700 парковочных мест. Это вызвало серьезное недовольство жителей. Мы эту недоработку сейчас вместе с администрацией городского округа исправляем. На сегодняшний день уже проработан вопрос с подрядчиком. И с администрацией, с терротделом выходили полностью дворовые территории. Примерные схемы уже расположения даже на дворовых территориях дополнительных машин и мест, они есть. Жители заверили, что в течение полутора месяцев проблема с парковочными местами будет решена. Обсудили также вопросы, связанные с пешеходными переходами через строящуюся трассу и доступом к прилегающим домам, а также незаконной парковкой большегрузного транспорта. Сегодня у нас уже начинаются этапы строительства данной дороги. И это вызывает новую волну вопросов, на которые нужно дать ответ. И встреч будет, наверное, столько, пока мы не отработаем все эти вопросы. Все озвученные проблемы представитель подрядчика обещал проработать в течение недели и представить проектное решение уже с изменениями. Он заверил, что будет на круглосуточной связи с территориальным отделом и администрацией для оперативного реагирования на возникающие вопросы. Подобные встречи с жителями продолжатся на регулярной основе. По плану строительные работы в Видном продлятся в течение двух лет. После будет выполнено компенсационное озеленение и благоустройство прилегающих к трассе территорий. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В администрации Ленинского городского округа прошло заседание Президиума Совета муниципальных образований Московской области. На нем подвели итоги работы прошедшего года и наметили планы работы на 2023. А также обсудили юридические и финансовые аспекты деятельности Совета. Максим Козлов расскажет подробнее. Совет муниципальных образований Московской области призван координировать деятельность членов Совета по развитию финансово-экономической, правовой, организационной и территориальной основ местного самоуправления. И обеспечивать эффективное взаимодействие муниципалитетов с федеральными органами государственной власти. С 2018 года председателем Совета является глава Ленинского округа Алексей Спасский. Сейчас мы все живем в время непростое и нестабильное, которое обусловлено и началом специальной военной операции, но и самое главное теми санкциями экономическими, которые введены против нашей страны. И большая часть работы муниципальной власти в этот период была связана именно как раз с этими событиями, с преодолением последствий. На заседании Президиума Совета муниципальных образований Московской области были подведены итоги прошедшего года и озвучены планы на год будущий. На встречу пригласили представителей IT-индустрии, презентовавших свои проекты, которые помогают эффективнее решать управленческие задачи. Разработки нашей компании прошли государственную регистрацию, внесены в реестр отечественного программного испечения. Собственные уникальные алгоритмы решения задач запатентованы. Основная экспертиза нашей компании сосредоточена на автоматизации процессов в сфере земельно-имущественных отношений и взаимодействия с Росреестром. Представитель известной юридической платформы «Консультант Плюс» представил проект, который призван помочь с правовой поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. В этот непростой момент, помимо того, что мы даем возможность доступа к правовой информации в виде нормативных документов, судебной практики, обязательно дать важный оперативно-консультационный материал, который бы, в свою очередь, позволил сотрудникам органов местного управления в период частичной мобилизации осуществлять помощь, консультационную поддержку как самих призванных, так и членов их семей. Алексей Спасский рассказал присутствующим об участии в съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, прошедшем в Нижнем Новгороде. На нем представители муниципалитетов из многочисленных регионов России делились управленческим опытом. Полезно было поконтактировать, знаете, посмотреть, как живут другие представители других регионов, какие у них чайники, какие надежды, собственно говоря, какие реалии. Также участники заседания обсудили различные финансовые и юридические аспекты деятельности Совета муниципальных образований Московской области. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. На днях в Ленинском городском округе заработал новый чат-бот. С инициативой его создания выступила администрация муниципалитета. Теперь при обнаружении стихийных свалок любой житель может отправить фото и в оперативном порядке отходы будут вывезены. Чат «Чисто Ленинский» работает в Телеграме. Новый проект касается мусора, который скапливается на контейнерных площадках. Чаще всего это крупногабаритные отходы. Все очень просто. Заходишь в приложение, загружаешь фото, указываешь точный адрес или геопозицию. В ответ бот направляет сообщение о том, что заявка принята. Если мы видим проблему на контейнерной площадке, значит мы что делаем? Мы входим в приложение «Добродел», пишем, фотографируем, отправляем. Чат-бот позволяет это сделать все намного быстрее и оперативнее. И в этот же день по назначению попадает ваше сообщение. Плюсы наличия такого чата уже почувствовала видновчанка Юлия Одинцова. На контейнерной площадке возле дома она заметила выброшенную мебель и воспользовалась телефоном. И вы знаете, на следующий день уже весь мусор этот был вывезен. Поэтому я скинула эту ссылку на чат-бот в домовой чат и призываю соседям пользоваться этим. И так чаще будут вывозить у нас крупный мусор. Вступить в чат несложно. Ссылки на него есть в официальных аккаунтах администрации Ленинского городского округа. А к концу этой недели на всех контейнерных площадках муниципалитета должны появиться таблички с QR-кодами для перехода в чат-бот. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.